Язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, возник более тысячи лет назад. Оформиться ему помогли первоучители, родом из Греции. О первой славянской азбуке Кирилла и Мефодия уже в свои 10 лет знают ученики школы Плествица. Слава вам, братья славян, просветители! Ять, Омега, Ижица, Фита. Немало букв украло время. Одни отменили в результате реформ, другие оказались забытыми, а третьи просто исчезли. Каждую в церковно-славянском языке писали сверху вниз, медленно и старательно. Иван Зеркачев считает, важно не только вывести каждый значок, но и не забыть про ударение. Самое сложное – это, конечно, правильно читать, потому что церковно-славянский язык требует правильно ставить ударение, читать слова по титулам, которые зашифрованы. И вот это надо очень хорошо все знать. Судьба моя взыдит, очи мои довидит оправоты. 12-летний школьник читает уже без запинки. Порой на уроках настолько погружается в древний язык, что применяют его даже за пределами школьного двора. В церковном славянске надо обязательно читать, как написано. И то есть уже привыкаешь говорить там «его», «нашего», там, я не знаю, ударение как-то, вот жестоки, допустим. И уже как-то более привычно говорить по-церковно-славянски. Прошли алфавит, научились писать, а потом складывать буквы в слова. Курс церковно-славянского рассчитан на три года, с пятого по седьмой класс, а после зачет, чтение и грамота. Быти, дати, имейте. Из обычной школы в православную Мария Сидорова пришла еще во втором классе. Будущий медик, хоть и любит биологию, церковно-славянским тоже заинтересовалась. Церковно-славянский – это такой язык, который пришел к нам из древности и очень помогает. Это связь с Богом. В первую очередь это связь с Богом. Незнакомые слова, причудливый синтаксис. Каждый ученик в языке предки находит что-то свое. Елена Кузнецова преподает предмет самого открытия школы. За шесть лет заметила – детей увлекает красота графики. Детям нравится очень церковно-славянская графика, потому что, во-первых, это красиво. Самая сложная буква, которую у меня очень первое время плохо получалось писать – это «Ю» с малой. И я до сих пор ее пишу порой не очень так хорошо, но уже становится чуть-чуть получше. Кто-то говорит «Евоный» – ихний тамошний, кто-то звонит, а у кого-то все уплочено. С ошибками в устной речи мы сталкиваемся очень часто, а вот церковно-славянский – чистый, литературный. Это такой язык, в котором нет совершенно каких-то грязных и бранных слов. То есть он даже помогает сохранить чистоту русской речи. Читая вот такие слова – возвышенные, красивые, которые обращены к Богу, после этого невозможно говорить какие-то плохие слова. День славянской письменности и культуры – как напоминание. Говорите правильно и изучайте богатство своего родного языка. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok